Почти 250 преступлений раскрыты с помощью служебно-розыскных собак в Акмолинской области. И это, если не брать во внимание поиск наркотиков и взрывчатых веществ. На сегодняшний день в регионе трудится 40 четвероногих. О работе кинологов и их подопечных в материале Оксаны Матасовой. Эти глаза преданно следят за малейшим жестом кинолога. Пара секунд и АТОС уже знает свою задачу – найти взрывчатку. На этот раз ее имитатор находится в правой фаре автобуса. Обнюхав все вокруг, пес замирает прямо возле того самого места. Так он указывает на то, что нашел тайник. И сразу получает поощрение. Но это только тренировка. Заявки о заминированных школах и зданиях, помещениях для массовых культурных и спортивных мероприятий, сдачи ЕНТ – все это работа АТОСа и его друзей. Всего в департаменте полиции региона трудятся 40 служебных четвероногих. Почти половина из них в центре кинологической службы. На данный момент у нас имеются 22 собаки. Работают они у нас по взрывчатым веществам, по наркотическим веществам. Адрология у нас имеется по антитеррору собака. И следовая. За сутки мы выезжаем и по наркотическим веществам, и по взрывчатым веществам. За каждым кинологом закреплены 2-3 собаки. Их специально разводят в кинологическом центре МВД Валматы. Кинолог Андрей Пугачев работает с собаками вот уже 4 года. Немецкая овчарка АТОС – его подопечный. И хотя псу всего 2 года, за его плечами уже множество зачисток на наличие взрывчатых веществ. У каждой собаки есть свой характер. И кинолог у нас, у каждого кинолога, получается, закреплены собаки. И он уже знает, например, какое поведение, там, болеет она, или у нее, там, где-то она переела, еще что-то. У нас, получается, собаки делятся на 4 типа. Это холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. В основном, у меня более такой холеричный, он такой веселый, он постоянно к работе готов. Своё мастерство продемонстрировала и служебная собака Каста – лабрадор-ретривер на службе около года и занимается поиском взрывчатых веществ и наркотиков. Ее кинолог Владислав Наливкин уже не представляет себе жизни без собак. Перевелся я с города Тараза, занимаюсь собаками, дрессировкой собак с школьных времен еще. Очень нравится эта профессия, именно вот работа с собаками мне нравится. Терпение – это обязательно, и любовь к животным. На счету каждого служебного четвероногого спасенные жизни, задержанные злоумышленники, раскрытые преступления, найденные наркотики или взрывчатые вещества. Так, с начала года для раскрытия преступлений по горячим следам собаки привлекались более 200 раз. И почти все эти преступления были раскрыты. Акмолинская область.